Почему нас так часто беспокоит кариес? Зачем посещать кабинет стоматолога каждые полгода? И как правильно ухаживать за полостью рта? На эти другие вопросы нам сегодня ответит заместитель главного врача по стоматологической помощи Фарид Махамадович Мирза. Фарид Махамадович, какие заболевания полости рта наиболее часто встречаются в вашей практике? Чаще всего мы сталкиваемся с кариесами, пульпитами и периодонтитами. Хочется сказать, что пациенты наши владели информацией, что такое кариес. Кариес – это патологический процесс с поражением ткани. Пульпит – это воспаление сосудистонервного кучка, это как зачастую следствие не леченого кариеса. И периодонтит – это воспаление соединительной ткани. То есть, когда пациент у нас не лечит кариес, у нас возникает пульпит и так дальше периодонтит. То есть, периодонтит, он может быть как медикаментозный, как инфекционный, травматический. А все-таки вот есть что-то, что чаще всего встречается? Это все-таки кариес? Сложненные формы кариеса. Как в вашей поликлинике кариес лечат? И если это запущенные формы, то это пульпит, да, я правильно понимаю? Или это все-таки еще кариес? Когда мы сталкиваемся с пульпитом, у нас есть несколько методов лечения. Это биологический, он довольно-таки реже встречается, это сохраняем, стараемся сохранить. То есть, нерв, сосудистонервный пучок, потому что живой зуб, конечно же, это лучше, нежели в котором уже нерв удален. Когда нерв удален в зубе, он более ослаблен и менее против становится. Поэтому мы пульпит лечим как биологическим путем, так и депульпируем. То есть, удаляем нерв и заполняем то место, где сосудистонервный пучок располагался, нашим стоматологическим материалом. То есть, пломбируем канады. И к чему чаще все-таки прибегаете? Удаления нервов. Потому что пациенты обращаются уже с таким пульпитом, что мы не можем его консервативным путем биологическим устранить. Все-таки к стоматологу чаще приходят люди с острой болью, да, нежели на обычный прием. Да, и поэтому я и хочу сказать, чтобы наши пациенты своевременно обращались, чтобы мы могли на ранних стадиях побеждать кариес, а не работать с более осложненными формами. Потому что если ему приходят перед антитами, доктору довольно-таки сложно победить данное заболевание. И итог порой бывает, что зуб пациент теряет. А как часто все-таки стоит ходить к стоматологу на прием? Если на профосмотры не лежит двух раз в год. Если из пациента что-то беспокоит, то незамедлительно. Как можно быстрее посетить, чтобы получить полноценную консультацию. И если пациент это будет выполнять, мы сможем сохранить практически все зубы до старости. Откуда у нас этот страх стоматологического кресла? И до сих пор ли люди боятся к вам приходить? Страх этот берется еще с детства, когда стоматологические установки наставляли желать лучшего. И они были довольно-таки на малых оборотах. И лечение было довольно-таки болезненное. Сейчас у нас современные установки выше обороты. И мы более быстро можем вкрыть и полость. У нас есть современные анестетики. Эндомоторы, апекс-локаторы, современные рентген-оборудования. Это упрощает работу врачу-стоматологу. И более быстро мы можем оказать помощь. Бояться нам не стоит. То есть стоматология не стоит на месте. И это страхи прошлого. Прекрасная половина чаще следит за состоянием своих зубов. Зачастую мужчины обращаются только с острой боли. А есть ли какая-то генетическая предрасположенность либо к заболеваниям полости рта, либо вообще к общему виду нашей челюсти, наших зубов? Да. Есть предрасположенности, конечно, к кариесу. Это у пациентов, у которых есть изменения, химический состав слюны, то есть он изменен. Проблемы с гуморальным иммунитетом. И в связи с этим пациентов, конечно же, более не подвергнуты к кариесу. Чтобы не допустить развития кариеса, который переходит в пульпит, что нужно делать? Как часто нужно обращаться к вам, к стоматологам за помощью? Во-первых, нужно, конечно, своевременно. При появлении каких-то негативных симптомов нужно проконсультироваться с врачом. Нужно выполнять все меры профилактики, а также выполнять гигиену полости рта. Нужно уметь правильно чистить зубы. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что пациенты не умеют правильно пользоваться, то есть зубной щеткой. И, по-простому сказать, они размазывают зубную пасту по зубам. И пользу, то есть от этого никакой. Мы должны знать, что передние зубы мы чистим выметающими движениями, а боковые – это у нас круговые движения и возвраты поступательными. Все поверхности обрабатывать, чистить. И на каждый зуб не меньше 10 движений. Мы должны чистить зубы два раза в день. Мы должны пользоваться ополаскивателями, зубными нитями. И при первичном посещении, конечно, пациенту объясняем, как надо чистить зубы и как пользоваться ополаскивателями, зубными пастами. Мы индивидуально подбираем с пациентами, что надо использовать. Какие зубные пасты и какие зубные щетки. Потому что это все индивидуальные моменты.